Организаторами неудавшейся попытки похищения ребенка у молодой екатеринбургской пары могли быть банковские коллекторы. Такое предположение высказал сегодня журналисты новостного портала 66.ru, собственно и начавшие расследование этой загадочной истории. Напомним, как раньше уже сообщалось, 31 марта днем в квартиру дом по улице Фролово в Екатеринбурге постучали трое. Женщина, представившаяся сотрудницей органов опеки и двое мужчин в серой камуфляжной форме, напоминающей ОМОНовскую, подпоясанной кожаными ремнями с пистолетными кубурами на боку. Женщина сообщила 26-летней Диане, что в связи с сообщениями, имеющимися от соцработников об избиении малыша в этой семье, ребенок будет изъят. А один из псевдо-ОМОНовцев тем временем уже вынимал полуторамесячного Кирилла из кроватки. Тогда Диана пригрозила сходить за полицейским, живущим в ее подъезде, и эта угроза быстро охладила странных гостей. Они, по словам молодой женщины, чуть ли не бросили грудничка прямо в кровать и поспешно ретировались. Когда Диана вместе с мужем Павлом позже позвонила в районные органы опеки, те открестились и от каких-либо заявлений в отношении этой семьи, и от группы изъятия детей. Полицейские вместе с сотрудниками Следственного комитета по материалам, изложенным в интернете, начали проверку этого сообщения. А сами Павел и Диана, едва не лишившиеся своего ребенка, гадают, кто же мог желать им зла. И приходят к выводу, что ни с кем, кроме как с банками, у них конфликтов в последнее время не было. А вот с банками действительно беда. Диана должна одному банку 40 тысяч рублей, а Павел другому 700 тысяч. При каких обстоятельствах образовался такой серьезный долг, наши коллеги из интернет-портала то ли не поинтересовались, то ли не пожелали озвучить. А оба банка, между тем из тех, что свои кредиты раздают направо и налево, под очень высокие проценты. Как признался Павел, он пытался договориться с банкирами о реструктуризации долга и начать выплачивать его частями, но кредиторы требуют всю сумму сразу. Правда, острая стадия конфликта с банком, когда Павла преследовали повсюду и донимали звонками, вроде бы уже прошла. Поэтому он не уверен, что именно коллекторы могли предпринять попытку киднеппинга. Да и Диане вместо заявления о детских побоях могли бы в таком случае припомнить банковские долги. Но об этом злоумышленники не проронили ни слова. Так или иначе, следователи обещали проверить все версии покушения на киднеппинг, о котором сообщила молодая Екатерина Боженко.